МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости дня. В студии Вячеслав Кампе. Я и мои коллеги-корреспонденты ОРТ готовы рассказать о самых важных и заметных событиях региона. И вот коротко главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Видеостена и места для размещения. Центр общественного наблюдения за ходом выборов в Оренбуржье готов к приему желающих. Музей-усадьба Аксакова через три года станет центром притяжения туристов. На реконструкцию выделят дополнительные средства. За нарушение пожарной безопасности придется заплатить. Творческий союз художников и реставраторов не смог оспорить штраф. Уборка на финишной прямой. В Оренбуржье убрано 98% урожая. Зарница по Волжье день второй. Юнормейцы соревнуются в плавании и беге. Оренбург принимает дубль Краснодара. Болельщиков ждут на матче первенства ФНЛ. Начинаем выпуск с главной темы сентября. До выборов остались считанные дни. Проследить за ходом голосования на избирательных участках региона оренбуржцы смогут в Центре общественного наблюдения. Во время избирательного процесса в области он будет работать впервые. Место – многофункциональный центр молодежи Оренбуржья. О новых возможностях для граждан расскажем прямо сейчас. Видеопанель – места для избирателей. В Центре общественного наблюдения оренбуржцы смогут смотреть за выборами депутатов Государственной Думы Российской Федерации по всему региону. Один щелчок и все участки области как на ладони. Трансляция избирательного процесса пройдет с 17 по 19 сентября в круглосуточном режиме. Ее продолжительность – более 70 часов. Уже завершен монтаж видеопанели. Изображения с 32 одновременно избирательных участков будут транслироваться в онлайн-режиме на эту видеостену. В Центре общественного наблюдения любой желающий оренбуржец, избиратель может прийти и лично убедиться в том, что участки работают, проходят голосования. Это не единственное место, где будут наблюдать за избирательным процессом в онлайн-режиме в этом году. Есть и площадка для работы по специальным аккаунтам. Она предусмотрена для отдельных лиц. Здесь представители политических партий, кандидаты, которые планируют стать депутатами законодательного собрания, в том числе Оренбуржской области, эксперты. Здесь уже непосредственно человек перед монитором смотрит и совершит более детальное видеонаблюдение. Одновременно в Центре смогут разместиться не менее 80 человек. Так, всего видеонаблюдением на выборах будет охвачено не менее 62% избирателей региона. Кроме того, в дни выборов на этом месте будут работать юристы и специалисты ситуационного центра. Чтобы присоединиться к ним, необходимо подать заявку по телефону горячей линии или электронной почте. Локация будет открыта и в день подведения итогов 20 сентября. Елена Еремина, Игорь Бероев, Новости дня. К другим темам. На реконструкцию музея и усадьбы Аксакова выделят дополнительное финансирование. Об этом накануне во время посещения территории в Бугрусланском районе заявил губернатор Денис Паслер. Он осмотрел ход ремонтных работ на одном из объектов. Здание мастерских, которое после реставрации станет многофункциональным интерактивным культурным центром. Посетители музея и усадьбы будут знакомить с ремеслами, проводить для них творческие вечера и лектории. Здесь же расположится визит-центр и зона приема гостей музея. Сейчас выполнено более 30% от общего объема строительно-монтажных работ. В настоящее время строители уже завершили кладку стен, устранили аварийные участки. Ведется заливка монолитных плит перекрытия и подготовка к кровельным работам. Парковая зона усадьбы также обновляется. Работа здесь продолжится в ближайшие два года. Хочется воссоздать все эти жилые строения, парк, гидротехнические сооружения и пруды. Чтобы, конечно, люди сюда приезжали как с точки зрения туристических целей, так с точки зрения и остановиться здесь пожить. Конечно же, рассматриваем Аксаковские имения еще и в смычке и в связке с туристическими маршрутами области. До конца года будет готов проект реконструкции и создания новых гидротехнических сооружений для наполняемости Аксаковских прудов. Расходы будут внесены в трехлетний бюджет региона. Уже в следующем году подрядчик приступит к работам, а весной 2023 года после паводка начнется наполнение прудов. За 2-3 года уникальный музей-усадьба может стать одной из точек притяжения туристов. Тэфи Ротшильд не смогла оспорить решение Ленинского суда по делу об усадьбе Городисского. Апелляцию рассмотрел Оренбургский областной суд. Штраф за нарушение пожарной безопасности все же придется заплатить. Решение суда первой инстанции осталось без изменения. Отметим, что сама президент некоммерческой организации на заседание не явилась. Напомним, в марте на объекте культурного наследия произошел пожар. Незадолго до этого старинный особняк передали в безвозмездное управление Евразийскому творческому союзу художников и реставраторов под руководством Тэфи Ротшильд. После пожара в здании была проведена доскональная проверка, выявлены нарушения. В результате определенной проверки в нежелом здании по адресу Городинбургского Ленинского 22 выявлено нарушение требований пожарной безопасности. Именно допущено прокладку электрических проводок, говорящим на основании, что по телевидению пункта 25 правил противопожарного режима российских, где также подтверждено постановление правительства 16 сентября 2020 года на 1479. Было назначено наказание в виде предупреждения, между тем, как в санкции части 1 статьи 20.4 Кодекс Административного правонарушения предусматривает показания в должностных лицах, где штрафы разменят от 6 тысяч до 15 тысяч рублей. Таким образом, долгоизложные жалобы Ротшильд не содержат обстоятельства действия на законности вынесенных решений. Областной суд решение первой инстанции оставил без изменений. Отметим, ранее Евразийский творческий союз художников и реставраторов уже привлекался к ответственности. Его штрафовали за нарушение условий реставрации другого объекта культурного наследия – усадьбы купца Оглоткова. Центральный районный суд назначил штраф в 200 тысяч рублей. В Оренбурге станет на две частных париклиники больше. Глава регионального Минздрава провела брифинг с инвестором из Санкт-Петербурга. Когда ждать новых лечебных учреждений и сколько жителей они смогут обслуживать, расскажем в нашем следующем материале. Новая париклиника должна появиться на базе гостиницы Баку. Она будет предназначена для взрослого населения промышленного района Оренбурга. Переоборудование, заявляют инвесторы, идет с опережением графика. В течение месяца закончит проектирование. Следующий этап – экспертиза. Уже затем можно будет приступать непосредственно к реконструкции. Строительные сроки у нас обозначены, мы сами себе обозначили как год, но мы сильно рассчитываем на то, что у нас получится быстрее. Соответственно, начало оказания помощи, я думаю, начало 2023 года, мы уложимся. А вот поликлиника на улице Карпова должна открыть двери уже в начале следующего года. По словам инвесторов, строительные работы начнутся в течение недели. К ноябрю запланирована полная готовность. Обслуживаться в новом медицинском учреждении смогут не менее 25 тысяч человек. А с учетом населения микрорайона, почти 100 тысяч жителей, цифра может увеличиться в 2-3 раза. Тот и другой объект гостиницы «Баку» и поликлиника в 20 микрорайоне – это будет частная медицинская организация, которая будет работать в системе обязательного медицинского страхования по всем критериям и правилам обязательного медицинского страхования. Также в профильном министерстве говорят, что лечение в новых поликлиниках будет полностью бесплатным для населения. В учреждениях вообще не предусмотрено наличие кассовых аппаратов. Отметим, что постройка двух медицинских объектов обойдется инвестору примерно в 250 миллионов рублей. Вячеслав Камп и Игорь Бероев. Новости дня. И теперь к ситуации по коронавирусу в регионе. За последние сутки тесты подтвердили вирус у 334 человек. На 16 человек больше в среду выздоровели и закрыли больничные листы. Опасная инфекция унесла жизни 12 оренбуржцев. С начала пандемии с диагнозом COVID-19 умерли уже 1736 жителей области. Общее число выявленных случаев заражения превысило 72 тысячи. И добавим, в Оренбурге продолжается вакцинация и ревакцинация населения от коронавирусной инфекции. Привитые жители страны смогут побороться за призы. В России прошел первый этап розыгрыша 100 тысяч рублей среди вакцинированных от коронавируса. Именно первых 500 победителей опубликуют сегодня в течение дня. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства. Также информацию о призы можно будет найти в личном кабинете на портале госуслуг. А пользователе мобильного приложения придет пуш-уведомление. Сейчас прервемся. Во второй части выпуска вы увидите. Уборка на финишной прямой. В Оренбурге убрано 98% урожая. Зарница по Волжье день второй. Юнормейцы соревнуются в плавании и беге. Оренбург принимает дубль Краснодара. Болельщиков ждут на матче первенства ФНЛ. Это новости дня. Мы продолжаем. В Оренбурге заканчивается уборка зерновых культур. В настоящее время, по данным Минсельхоза, убрано 98%. Это лето для аграрии в Оренбурге стало очередным испытанием. Но, несмотря на сложные условия и засуху, удалось сохранить урожай. В этом году площадь уборки зерновых и зернобобовых культур составляет более 1 миллиона 900 тысяч гектаров. В том числе озимых зерновых – 655 с половиной тысяч гектаров. Больше всего намолотили зерна в Исекеевском районе – 90 тысяч тонн. Немного уступают хозяйство Курманаевского и Бугурусланского районов. В настоящее время продолжается уборка подсолнечника. Обмолочено 161 тысяча гектаров. Валовый сбор составил почти 138 тысяч тонн. Сбор озимых в этом году составил 52% от общего намола, а это 742 тысячи тонн. А для тех, кто интересуется курсом иностранной валюты, актуальные данные Центробанка на вашем экране. К другим темам. Зорница продолжается. В Оренбургском лагере Самородова стартовал второй самый насыщенный день соревнований. В расписании дня – плавание, бег, основы безопасности жизнедеятельности и строевая подготовка. За ходом состязаний наблюдала наша съемочная группа. Надеть защитный костюм быстрее всех – такая задача стоит перед участниками соревнований по дисциплине основы безопасности жизнедеятельности. В наплечных сумках – противогаз, защитные чулки, плащ и перчатки. Не запутаться в ремешках и правильно все застегнуть. Хороший результат – две минуты. Но некоторые могут и быстрее. Минута 44. Ты получается один из лучших. Да, но на тренировках один из худших. Одновременно с этим соревнования на свежем воздухе. Юные спортсмены состязаются в беге на дистанцию 60 метров. Внимание! Марш! На спортивном поле юноармейцы не только соперничают, но и поддерживают друг друга. Помогают справиться с волнением. Перед любым стартом чего-либо очень много волнений. А чего ожидать, никто не знает, потому что результаты всех неизвестны. И каждый силен по-своему. 196 юных спортсменов со всего по Волжье. И 16 дисциплин, где они могут себя проявить. Как в индивидуальном, так и в командном зачете. Говорить о результатах пока рано, но уже есть лидеры. Вчера вырвалась вперед команда Нижегородской области. Я напомню, они у нас в 2019 году заняли третье место. И приехали в этом году прямо с таким четким намерением за золотом. Ну, все еще впереди, посмотрим. Оренбургская команда также не сдает позиции и держится среди лучших. Накануне наши ребята заняли второе место в силовой гимнастике. И третье в преодолении полосы препятствий. Впереди еще два дня соревнований. Проверить не только физподготовку, но и теоретические знания. Умение выстраивать таксику и разбираться в военной технике. Награждение победителей пройдет в два этапа, один из которых состоится уже в четверг. Маликаджу Малеева, Владислав Горбунов. Новости дня. И к новостям из мира спорта. Вернулась домой с медалями. В Орске встретили триумфатора, прошедшей в Токио паралимпиады, пловчиху Викторию Ищеулову. Первые эмоции прославленной арчанки и радость болельщиков в нашем следующем сюжете. Самолет едва касается взлетно-посадочной полосы, а в здании аэровокзала уже эйфория. Десятки болельщиков, родные и друзья победительницу встречают с оркестром. Первый шаг новоиспеченной паралимпийской чемпионки на родную землю вызывает взрыв эмоций. На лице Виктории Ищеуловой вся палитра чувств. Переживание, радость и улыбку не скрывает даже маска. В фойе аэровокзала болельщики устраивают обладательницы трех медалей паралимпиады – шквал оваций. В Токио Виктория Ищеулова выиграла золото на дистанции 50 метров вольным стилем и два серебра на дистанции 100 метров батерфляем и в командной эстафете. Известная теперь уже на весь мир арчанка признается, что победа отняла у нее много сил. Сама победа – это был итог всех моих усердных тренировок, но вот то, как я к ней шла, это был не самый лучший путь. Последний месяц. Да, последний месяц. Это было, конечно, очень тяжело. Как морально, так и по здоровью было тяжело. То есть мы справлялись как могли. Тренерский штаб рассказывает, что победы на паралимпиаде могло и не быть. На долю Виктории Ищеуловой выпало много испытаний. Накануне главных соревнований четырехлетия она долго ждала результатов теста на коронавирус и сидела на карантине. Правда, пауза в тренировочном процессе на итоговом результате не сказалась. Всем спасибо. Большая была поддержка. Вику очень поддерживали. Она отвечала. Я в сетях не сижу. Так что мы пришли к своей цели, которую мы запланировали. Я рада. В России Виктория Ищеулова уже успела побывать в столице и получить государственные награды из рук президента. Сейчас в планах отдыха и восстановления. Через полгода новый старт. Чемпионат мира в Португалии. Вячеслав Кампо, Антон Поляцкий, Алина Валиулина. Новости дня. И сегодня пройдут очередные матчи первенства футбольной национальной лиги. Оренбург на своем поле сыграет с дублем Краснодара. В прошлом сезоне встреча в Краснодаре завершилась в ничью. А дома наши одержали минимальную победу 1-0. В этом розыгрыше южане также стараются строго действовать в защите. И в десяти матчах пропустив всего девять мячей. Начав невыразительно, краснодарцы набрали ход и поднялись в верхнюю половину турнирной таблицы. За месяц они проиграли всего однажды в Калининграде 1-2. Так что оренбургцам придется попотеть. Предыдущий домашний матч они откровенно провалили 0-3 от ротора. Зато сразу сумели реабилитироваться, разгромив в гостях крепкий КамАЗ. Голевую феерию устроили вернувшиеся из национальных сборных Корян и Фомие. Сейчас Оренбург располагается на второй строчке таблицы в двух очках от лидирующего торпеда. Анатолий Юденич, Антон Полянский. Новости дня. Это были все новости к этому часу. Напомню, вернуться к выпуску можно всегда на официальном сайте телеканала ОРТ media56.ru. Также подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях. Далее в эфире вас ждет подробный прогноз на ближайшие сутки в рубрике «О погоде и не только». Всего вам доброго!